С мнением, что футбол игра непредсказуемая, никто не спорит. Оформить дубль или даже хет-рик иногда удается даже не самому профессиональному футболисту. Игрок футбольного клуба «Элита» Ахмед Беков играет в футбол с 7 лет. Он, как и Ислам Латыров, старается не пропускать матчи своих команд. В футболе вообще давно играю. С детства, можно сказать. С 7 лет. Со школы играю, да. Ты работаешь, учишься? Да, идем, работаю. Вечером играю. Как бы совмещаю работу с игрой. Мы в этом году только заявились. Первый сезон у нас. Нам нравится. Да, да. Первый тайм закончился. Вот вышел погодить. А вот как ты провел, по твоему мнению, лично? Неплохо. Неплохо сыграли. 3-1 ведем, нормально все вроде. Болбе, Мэрт, Авин, Лоус. Мехтеких, Кашор. Любительский турнир. В эти кавьему и реакциями, организация на высшем уровне. Довольны, рады. Играем. Ночная лига – это прежде всего такой формат игры, который позволяет любителям мини-футболов, свободное от работы или учебы время полностью посвятить себя любимому занятию. В ней 21 команда почти со всех населенных пунктов республики ведут бескомпромиссную борьбу за выход в первые и высшие дивизионы. По словам Муслима Ермолаева, каждая команда так и горит желанием возглавить список турнирной таблицы. На сайте у нас вся информация, статистика игроков, голы, ассисты, карточки, наказания, дисквалификации. Все. Вот таблица высшего дивизиона, таблица первого дивизиона. Высшим у нас пока нестерситель лидирует. Последний матч у них был еще на тех выходных. На этих выходных у нас уже окончательно выявится чемпион высшего, на следующих уже чемпион первого дивизиона. Примечательно, что история так называемого футбола в залах берет свое начало из солнечной Бразилии. На чемпионате мира по футболу в Швеции 1958 года один из руководителей сборной Австрии Йозеф Аргауэр наблюдал за тренировкой бразильца в зале. Австрийца впечатлила увиденно, и вскоре он организовал пару футбольных матчей у себя на родине. Так новый вид спорта проник в Голландию, Испанию и Италию. А теперь на фоне многочисленных спортивных достижений Ингушетии мини-футбол уже успел стать частью спортивной культуры для молодежи. Среди которой и есть и свои звезды. Очень хороший защитник. Мы даже думаем, что он будет лучшим защитником. Это защитник Местер-Сити, Салтыга, Якуб. Много тут таких есть. Сдой Велез очень хороший вратарь. Их даже времени хватит перечислить. Энтузиазму ребят можно только позавидовать. Несмотря на морозную свежесть, под ярким светом прожекторов спортсмены на поле с искусственным покрытием создают атмосферу, не уступающую настоящим чемпионатам по футболу. Как отмечает организатор турнира Ахмед Галаев, с каждым сезоном число желающих вступить в ночную лигу только растет. Икажева, Кантышева, Яндери, Сунжа, Нестеровская. Много ребят. Более 350 участников этого чемпионата. Такое турнир мы проводим. Мы даже многим отказываем, потому что у нас условия не позволяют. Площадка одна, команда много. В данное время 21 команда. Желающих бывает до 50 команд даже из соседних республик. Просто мы физически не можем. Такое время препровождения молодых людей местных жителей только радует. По словам Агамеда Катиева, спорт в среде молодежи всегда играл особую воспитательную роль, укрепляя не только тело, но и дух. Здесь много молодых людей. Я смотрю, не все собрались сегодня. Обычно, когда они собираются, здесь развернуться негде. И я сам часто прихожу сюда посмотреть. Днем награждения победителей и вручение заветного Кубка Нестеровской ночной лиги станет 13 декабря. Ну а дальнейшие турниры по мини-футболу зимнего сезона обещают выявить своих фаворитов. А пока ФК Нестер Сити прочно закрепил себя в верхушке турнирной таблицы. Идрис Ижиев, Адам Мережков, Джамалел Тавасханов. Новости 24.